Здравствуйте, дорогие друзья! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает вашему вниманию познакомиться с историей создания Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге. 5 мая 1764 года указом Екатерины II в Санкт-Петербурге при Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре было создано воспитательное общество благородных девиц, которое позже стало называться Смольный институт благородных девиц. Не последнюю роль в этом сыграл Иван Бицкой, президент Академии художеств, попечитель Смольного института. Он получил образование в Европе, поддерживал Екатерину в ее стремлении привиться отечественникам привычки западной жизни, а также высоко оценивала роль женщин в развитии общества. Именно по его проекту в 1764 году было создано императорское воспитательное общество благородных девиц. Институт стал первым женским образовательным учреждением в России, а его открытие положило начало эпохи реформ в области просвещения. В XVIII веке большинство девушек воспитывалось в домостроевских традициях. Главное – выйти замуж, а значит и учиться надо лишь уходу за супругом и детьми. Дворянским дочкам, конечно, нанимали педагогов, но толк от этого был не всегда. Часто представительницы уездного дворянства не умели даже грамотно писать. А главное – не было какой-то единой системы воспитания благородных девиц. Императрица Елизавета Петровна незадолго до своего сорокалетия повелела разработать проект монастыря, в котором собиралась провести последние дни жизни в качестве настоятельницы. В 1744 году на территории бывшего Смоленого двора был заложен монастырь, строительство которого курировала личная императрица Елизавета Петровна. В монастырский комплекс должны были войти храм с колокольней, домовыми церквями и институт благородных девиц. По ее указу Франческо Растрелли начал разрабатывать проект Воскресенского Новодевичьего монастыря для 120 девиц из благородных семей. Для каждой из них требовались отдельные апартаменты с комнатой для прислуги, кухней и кладовой. Для себя же императрица повелела выстроить отдельный дом. Место для монастыря Елизавета выбрала неслучайно. Во времена Петра I на берегу Невы, там, где сегодня высится Смольный собор, некогда находились смоляные дворы, на которых варили смолу для адмиралтейской верфи. Неподалеку от Смоленого двора Петр I выстроил для своей дочери дворец, который называли девичьим. Собираясь уйти от мирских дел, императрица пожелала жить здесь, в привычном месте, где она часто жила в юные годы. Из-за соседства со Смоляным двором ансамбль стали называть Смольным. Шли годы, началась Семилетняя война, и денег на завершение постройки по плану архитектора не хватало. После смерти Елизаветы Петровны распоряжаться судьбой Смольного монастыря уже стала Екатерина II. В то время в России не было ни одной школы, где бы учились девочки. Девочек-дворянок учили дома, а девочек из бедных семей, как правило, не учили совсем. И Екатерина II решила открыть в Смольном монастыре воспитательное общество благородных девиц, чтобы, как говорилось в указе, дать государству образованных женщин хороших матерей, полезных членов семьи и общества. Государыня планировала забирать девочек из семей, чтобы оградить воспитанниц от влияния среды, в которой они росли. Монастырские кельи были мало приспособлены под классы, и специально для института благородных девиц решили построить здание к югу от монастыря. В 1806-1808 годах для института по проекту архитектора Джакома Кваренги было построено специальное здание. При поступлении в институт потенциальные студентки должны были сдать экзамены по русскому и французскому языкам, а также иметь хорошее религиозное воспитание. Но главным критерием являлось происхождение претендентки. В Смольный институт принимали на казенный счет дочерей лиц, чиновников, не ниже полковника и действительного статского советника, а дочерей потомственных дворян за годовую плату. Во времена Екатерины II родители-воспитанниц выплачивали 300 рублей в год. В начале XX века стоимость возросла до 800 рублей. При этом за одних учениц платили родители, за других императрица, а третьи обучались на средства, выделяемые благотворителями. Были и потребности, для которых воспитанницам Смольного требовались карманные деньги. На личные средства девушки приобретали туалетные принадлежности, а также платья и туфли для занятий танцами. По уставу дети должны были поступать в заведение в шестилетнем возрасте и оставаться там 12 лет. Набор осуществлялся раз в три года. Родственники девушек подписывали соглашение, что не будут просить вернуть воспитанниц раньше сорока. Видеться с ними они могли лишь по выходным и праздникам и строго в присутствии педагогов. Хорошо, если родители или близкие родственники жили в Петербурге и могли раз в неделю навещать девочку. А бывало и так. Родители привезут дочь, уедут обратно к себе за тысячу или более верст. И только по окончании учебы явится взять из института уже взрослую девушку. Все смолянки должны были являть собой образец скромности. Они носили одинаковую одежду и прически. Гладко зачесанные косы. В зависимости от возраста воспитанницы должны были носить форменные платья. Малышкам шили немаркие наряды коричневого и кофейного цвета и белый фартук. За цвет платья их еще называли кофейницами. Этот вариант позже послужил образцом советской школьной формы. От 9 до 12 лет девочки носили платья синего цвета. От 12 до 15 лет голубого. От 15 до 18 белого. По праздничным и воскресным дням полагались шелковые платья тех же цветов. Степендиатки императрицы носили зеленые платья с белыми передниками. Фасон платья для последнего выпускного возраста обучения разрабатывала личная императрица. Выпускниц Смольного института благородных девиц называли кисейными барышнями совсем не потому, что они были неженками, а из-за ткани, из которой шились их выпускные платья. На самом деле путь от воспитанницы младшего класса до кисейной барышни-впускницы был очень нелегок. Чему и как учили в Смольном. Устав настоятельно требовал, чтобы дети всегда имели бодрый, веселый и довольный вид. Поэтому предписывалось не делать из наук предметов скуки, горе и отвращения и облегчать всякими способами усвоения знаний, обращая при этом внимание на степень развития и способности каждой девочки в отдельности. Обучение предполагало три класса. Каждый из них длился четыре года. Во время первого уровня воспитанницам преподавали закон божий, русский и несколько иностранных языков, а также музыку, рисование, танцы, арифметику и рукоделие. По большому счету предметы не сильно отличались от тех, что проходят современные школьники начальных классов, только спрашивались девочек значительно строже. Во время второго возраста от 9 до 12 лет добавлялись два новых предмета история и география, а также ознакомление девочек с домашним хозяйством. В третьем возрасте 12-15 лет к прежним предметам добавлялись физика, геральдика, архитектура, скульптура, токарное искусство, музыка и пение. Также вводились словесные науки, состоявшие в чтении исторических и нравоучительных книг. Курс последнего возраста 15-18 лет состоял в повторении всего пройденного, причем особое внимание обращалось на закон Божий. Кроме общеобразовательных предметов нужно было научиться и всему, что должны уметь добродетельные матери, шитью, вязанию, танцам, музыке, светскому обхождению. Кроме этого, в последний год обучения девушки проводили уроки в младших классах, чтобы получить опыт воспитания детей. Занятия начинались в 7 часов утра и продолжались до 11. Затем был перерыв, после которого обучение продолжалось с 12 до 14 часов. За поведением на уроках следила классная дама. Физическому состоянию девушек тоже уделялось внимание. Легкими спортивными упражнениями они занимались несколько раз в неделю. Свободные от занятий время воспитанницы посвящали чтению книг под надзором наставниц. Преимущественно это были книги исторического содержания и нравоучительные. В Смольном не реже раза в неделю устраивали дни того или иного языка, то есть переходить на любой другой строго запрещалось. Оценивали институток по 12 бальной шкале. Экзамены воспитанницы Смольного сдавали раз в три года во время перехода от одного возраста обучения к другому. По итогам года обязательно составляли рейтинг успеваемости и выдавали промежуточные знаки отличия банты-какарды или шнурки с кисточками, которые повязывали на волосы. Главной целью образования было не научить, а воспитать. Умничение не поощрялось. Благородная девица должна была быть скромной, уметь держать себя с достоинством, обладать безупречными манерами и вкусом. На выпускном публичном экзамене смолянок присутствовал император и члены его семьи. По окончании института лучшие выпускницы получали шифр «Золотой вензель» в виде инициала императрицы Екатерины Второй, который носили на белом банте золотыми полосками. Занятия в институте обязательно чередовались прогулками на свежем воздухе, гуляли воспитанницы строго по территории Смольного и под пристальным присмотром педагогов. Несмотря на строгие правила и невозможность видеться с семьей, девушек не держали в заперти круглый год. Смолянок учили любить прекрасное и разбираться в культурных новинках того времени. Их возили на театральные представления, художественные выставки, праздники при дворе. Воспитанницы посещали эрмитаж, публичную библиотеку, выставки в Академии художеств, ботанический сад, Таврический дворец. На масляной неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в Рождество елку и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. Десять лучших выпускниц, награждаемых шифрами, ездили с начальницей и классными дамами на специальную церемонию в Зимний дворец, где их представляли императором. Смолянки любили самодеятельный театр, который был основным развлечением девочек. Театру отводилось особое образовательное и воспитательное роль. Екатерина Вторая сама составляла репертуар для воспитательного общества. Поддерживать стройную фигуру помогал рацион. Пища была скудной, а порой просто некачественной. Многие выпускницы писали в мемуарах, что еда в институте была худшим из воспоминаний. К примеру, во второй половине девятнадцатого века девушкам на завтрак давали чай с булкой, немного масла и сыра, порцию молочной каши или макарон. На обед жидкий суп без мяса, на второе мясо из этого супа. Вечером давали еще маленький пирожок и чай с булкой. В посты условия были жестче. На завтрак шесть маленьких картофелин или три средних с постным маслом и каша размазня. Обед суп с крупой, небольшой кусок отварной рыбы, которую получила прозвище мертвечина за свои вкусовые качества и постный пирожок. Жили будущие светские дамы как спартанки. В дортуарах общих спальнях было по 40-45 кроватей. Вместе с девочками жила и приставленная к ним дама. Учениц закаляли, поэтому температура в спальнях не превышала 16 градусов. Воспитанницы рано ложились, спали на очень жестких и неудобных матрасах. Тонкий матрас измочал истертый несколькими поколениями в некоторых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось повертываться с одного бока на другой. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости воксом мало защищали от холода в спальне, в которой зимой под утро было не более 8 градусов. Подъем в 6 утра, дальше молитва, умывание, умывались ледяной водой из Невы, это должно было, как считалось, закалить девочек. Затем столовая, после уроки обед, опять уроки, прогулка, молитва сон. Ученицы с ужасом вспоминали, как везде ходили с троем и в столовую, и в церковь, и на прогулку. Вся институтская жизнь распределялась по звонку. Звонком воспитанниц будили по утрам, по звонку шли к чаю, по звонку рассаживались по партам. Звонок оповещал, что надо идти в столовую. В институте работало более двадцати преподавательниц. Это были высоко квалифицированные учительницы. Примечательно, что все они были незамужними дамами и, как правило, старше сорока лет. В уставе института благородных девиц были подробно прописаны правила поведения, говорилось о том, как преподавательницы должны относиться к смолянкам и как воспитанницам надлежит общаться между собой. Телесные наказания в Смольном институте были строго запрещены, но учительницы не гнушались кричать на провинившихся воспитанниц. Нарушение порядка в институте считалось дурным поведением, а непослушных девочек называли мовешками, что по-французски означало дурная. Существовал и другой термин порфетка совершенная. Так дорезнили учениц, которые никогда не нарушали правила и вели себя идеально. За любой минимальный проступок девушек стыдили прилюдно. Например, за сквернословие и дерзость воспитанницы надевали на шею огромный картонный красный язык. Носить заставляли от одного дня до семи. Ношенный чулок, как знак позора, был, пожалуй, самым распространенным методом наказания. Его прикалывали к платью за небрежную прическу. Например, прядь выпала, чуть мятую или небрежно залатанную одежду, чернильное пятно на пальцы. Наказания были и едой. Точнее, голодными официально девушек не позволялось оставлять, но им могли запретить садиться за стол. А стоя есть было неприлично, как падшая женщина. Наказания были даже, если девушка во время урока повернулась к окну или просто что-то искала. За это к одежде прикалывали бумажку позора, просто обрывок бумаги. Вежливость и аккуратность были превыше всего. И тем не менее, в это учебное заведение мечтали попасть многие. Трудоустройство после окончания Смольного было практически гарантировано. Многие девушки после учебы оставались в институте благородных девиц и работали либо преподавательницами, либо классными дамами. За многолетний труд их награждали почетными знаками оранжевым бантом за труды и серебряным с эмалью знак учреждений ведомства Марии Федоровны. Воспитанницы Смольного, не имевшие приданого по окончании учебного заведения, получали из государственной казны по 100 тысяч рублей. Выпускные экзамены первого выпуска Смолянок состоялись в апреле 1776 года. 12 лучших учениц были награждены золотыми медалями, получили императорские шифры и пожизненную пенсию. Первый выпуск Смольного был поистине знаменит. Императрица Екатерина Вторая знала почти всех девушек по именам, некоторых определила ко двору. В дальнейшем традиция продолжалась. Лучшие кандидатки благородного происхождения становились фрейлинами. Фрейлины получали шанс удачно выйти замуж, ведь круги их знакомств составляли самые блестящие женихи страны. Ну а те, кому меньше повезло с родословной после выпуска искали место учительницы или гувернантки. В 70-е годы 18-го века по заказу Екатерины Второй художник Дмитрий Левицкий написал серию смолянки, состоящую из семи портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц. Художник представил смолянах танцующими или разыгрывающими театральные сценки. Екатерина Ивановна Нелидова изображена в образе персонажа из оперы «Пергалези» «Служанка госпожа». Особенно удачен портрет Екатерины Хованской и Екатерины Хрущевой, изображающих девочек, разыгрывающих сцену из комической оперы «Капризы любви» или «Не нет так при дворе». Александра Петровна Левшина представлена в сценическом костюме, в котором она с большим успехом сыграла роль Заера в одноименной трагедии Вольтера, которую ставили в Смольном. Левшина окончила институт с большой золотой медалью. Екатерина Вторая сразу взяла ее ко двору Фрейлиной. Лафира Ивановна Алымова была одной из лучших арфисток в то время, поэтому изображена за своим любимым музыкальным инструментом позолоченной арфой. Екатерина Ивановна Молчанова окончила обучение в 1776 с золотой медалью первой величины с шифром Екатерины Второй и пенсией 250 рублей в год. Портрет Натальи Семеновны Борщовой был выполнен в последнем серии. Девушка считалась одной из лучших танцовщиц среди смолянок, поэтому вполне логично, что Левицкий изобразил ее в виде аллегории танца. Институт Наталья окончила с большой золотой медалью, вензелем императрицы и пенсией 250 рублей в год. Смолянки Дмитрия Левицкого выставлены в Государственном Русском Музее в Санкт-Петербурге. В 1765 году при институте учрежденным первоначально как закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати по инициативе Ивана Бецкого открылось отделение для мещанских девиц, то есть не дворянских сословий, кроме крепостных крестьян. После смерти Екатерины Второй управление Смольным взяла на себя жена Павла Первого Мария Федоровна. Пробыв в этой должности 32 года, императрица многое изменило в жизни воспитанниц и преподавательниц. В первую очередь поменялись правила поступления и проживания в институте. Принимать в институт начали не только дворянок. Александр Соколова в книге из воспоминаний Смолянки указывает «Мещанок не возили во дворец для раздачи наград». И уж разумеется, выпускниц мещанок не брали во двор фрейлинами. Не было у них ни императорских экзаменов в присутствии особь из императорской фамилии, ни так называемого императорского бала, на котором с нами танцевали великие князья, иностранные принцы и особы высочайшей свиты. Теперь девочек отдавались более позднего возраста, примерно с восьми лет, и обучались они там не двенадцать, а девять лет. Мария Федоровна изменила расписание таким образом, что появились почасовые уроки. Дважды в год студентки сдавали промежуточные экзамены, и в зависимости от результатов их распределяли в определенные классы. Классовая градация теперь выглядела так. Самые успевающие ученицы, затем девочки со средним баллом оценок, и третий класс с отстающими. В конце года им предстоял итоговый экзамен. С приходом Марии Федоровны заметно изменились цели, которые преследовали работники заведения. Теперь из воспитанниц стремились сделать не фрейлин, а покладистых жен. Основное внимание стало уделяться тому, как женщина должна себя вести в обществе, как танцевать, о чем говорить. на уроках строго запрещали задавать вопросы учителю. Профиль Смольного несколько изменился во время правления Александра Первого. Теперь это было уже не место подготовки жен для аристократии, а обычная гимназия. В 1812 году тут же было создано бесплатное отделение для военных сирот на 100 вакансий с сокращенным курсом обучения. В 1848 году был открыт педагогический класс, выпускницы которого становились уже не классными дамами, а учительницами. Плата за обучение составляла 350 рублей в год, но за многих учениц платили министерство и ведомства. Их также под свою опеку брали члены императорской фамилии. В 1859 году инспектором классов назначили знаменитого педагога Константина Ушинского, который тоже немного реформировал институт. Теперь обучение длилось 7 лет с отведением большего количества часов на русский язык и литературу, географию, историю, естествознание. Он сделал переходы в следующий класс ежегодными и сменил едва ли не весь преподавательский состав. В 19 веке в институте преподавали не только знаменитый педагог Константин Ушинский, но и географ Дмитрий Семенов, литератор Василий Водовозов, историк Михаил Семевский и другие известные люди. Шли годы, менялись правила и условия жизни в Смольном институте. Выпуск за выпуском выходили юные благородные девицы во взрослую жизнь. Смольный институт просуществовал более чем полтора века. За это время было 85 выпусков. Многие из смолянок стали известными. Сильными, умными и знаменитыми личностями девушки становились не благодаря институту, а вопреки. Известна на весь мир первая русская женщина- воздухоплаватель, Просковья Гагарина, арфистка Ксения Эрдели, первая женщина-дипломат Дарья Ливин. Здесь училась Ольга Николаевна Полтавцева, будущая жена генерала Дмитрия Скобелева и мать генерала Михаила Скобелева, начальница лазаретов во время русско-турецкой войны 1877-го 1878-го годов. Выпускницей Смольного была и Екатерина Керн, дочь Анна Керн, возлюбленная композитора Михаила Глинки и мать академика Юлия Шакальского. В 1848-м году институт окончила Елена Бурман, замужестве Малаховец, автор книги «Подарок молодым хозяйкам» или «Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» 1861-й год и классик русской кулинарной литературы. А начиналось все, когда юная Елена Бурман, лишившись родителей, была устроена бабушкой аристократкой в Смольный институт, где так хорошо училась, что за успехи была примерована золотым браслетом и Библией. На тот момент считалось, что Смольный готовит лучших жен и матерей страны. В 1848 году Елена вернулась в родной Архангельск и вышла замуж за архитектора города Франца Францевича Малаховца, который был на 11 лет ее старше. Они были дружной семьей. Елена родила десятерых детей, причем всех сыновей и была отличной хозяйкой. Однажды на ее день рождения муж подарил толстую книгу с рецептами самой Елены. Так возникла идея издать книгу для молодых хозяек. Книга стала просто бестселлером. Она издавалась рекордными по тем временам тиражами, переиздавалась каждые два-три года. Эту книгу дарили молодым на свадьбу или на день рождения и иметь ее считалось хорошим тоном. Незадолго до закрытия института туда поступила возлюбленная Максима Горького Мария Будберг. Воспитывались в Смольном институте и особо совсем иного очень высокого ранга. К таковым относились обгустейшие дочери князя Черногории Николая Негаша, Любица, Милица, Анастасия, Мария, Елена и Анна. Они находились на особом попечении начальницы института, жили в отдельном помещении, имели собственную воспитательницу, но ходили в форменных платьях и классы посещали вместе с другими смолянками. Здесь учились и другие иностранные высокопоставленные особы, шведские аристократки, внучка Шамиля и дочери грузинских князей. Смольный институт сыграл большую роль в жизни России. На базе этого института по всей стороне стали появляться другие учебные заведения для женщин. Выпускницы Смольного во многом способствовали просвещению русского общества. Именно они, создавая семьи или в силу обстоятельств, вынужденные воспитывать чужих детей, сумели привить им любовь к культуре, книге, уважение к истории своей страны, жажду знаний. В начале 20 века смолянки стали оказывать большое влияние на русскую культуру, литературу и историю. Они участвовали в боевых действиях Первой мировой и гражданской войны. Некоторые из них оказались в эмиграции. По всему миру, от Франции, США до Бразилии и Австралии возникали общества бывших смолянок. В октябре 1917 года институт во главе с княгиней Голицыной переехал в Новочеркасск. После этого в здании Смольного института расположился штаб по подготовке к восстанию большевиков, которым руководил Петроградский военно-революционный комитет. Последний российский выпуск состоялся в феврале 1919 года в Новочеркасске. Летом 1919 года институт покинуло Россию и продолжило работу в Сербии. В здании учебного заведения в советское время располагался Ленинградский обком КПСС. После 1991 года мэрия, а ныне Смольный резиденции губернатора и правительства Санкт-Петербурга. Биографии многих смолянок были настолько удивительны и необычны, что уже при жизни эти женщины стали легендами. Им посвящали книги. Предлагаем вашему вниманию книги о воспитанницах институтов благородных девиц. Елизавета Водовозова «История одного детства» Мемуарами детского педагога и писательницы Елизаветы Водовозовой «На заре жизни» зачитывались в начале XX века. Замечательный переводчик и литератор Ольга Невзглядова в 1939 году переработала эту книгу и с тех пор повесть «История одного детства» уже многим поколениям российских юных читателей служит удивительным свидетельством ушедшей эпохи. Елизавета Водовозова урожденная Цевловская воспитывалась в небогатой дворянской семье. Она подробно описывает трагические и радостные события своей жизни, семейный уклад, учебу в Смольном институте, достоверно воссоздавая для читателей мир девочки, жившей в дореволюционной России. Елизавета Кондрашова «Дети Солнцевых». После трагической смерти отца две сестры поступают в женский институт на казенный счет. Старший из них обучение в этом заведении поможет воспитать стойкость и характер. Младший же станет отчаянной шалунией и сорви головой. Жизнь воспитанниц мастерски описана Елизаветой Кондрашовой, бывшей выпускницей Павловского института. Татьяна Лосунская-Наркович «Порфетки и мовешки». Повесть с необычным для русского читателя названием «Порфетки и мовешки» достоверно описывает жизнь маленьких институток. Ученицы делились на две категории. Добросовестных отличниц называли «Порфетками» от французского «совершенная», «безукоризненная», а «безшабашных озорниц» «мовешками» «плохая», «скверная», «дурная». И те и другие переживают в стенах института множество приключений. Они то воюют между собой, то клянутся вечной дружбе. Воспитанницам приходится переносить разлуку с родным домом, с близкими, терпеть строгость преподавателей и жестокость институтских порядков. Девочки растут, учатся и взрослеют. Надежда Лухманова «Девочки». Домашняя и институтская жизнь девочек дореволюционной России предстает перечитателям во всех подробностях. Обо всех переживаниях, проказах и горестях рассказывает увлекательная и трогательная повесть непосредственной свидетельницы событий. Надежда Лухманова «Институтки». Книга о воспитанницах Института благородных девиц от первого лица. Это подробные биографические рассказы и заметки Надежды Лухмановой о ее детстве, жизни и учебе в Павловском институте. Описано множество деталей и подробностей из последних двух лет обучения класса из тридцати девочек. Их быт и нравы, поведение и обучение, как справляли и отмечали различные праздники, выпускные экзамены и выпускной бал. Лидия Чарская, вторая Нина. Главная героиня повести 15-летняя Нина, названная дочь грузинского генерала Георгия Джавахин. Сбалмошная своевольная, но очень искренняя девушка, она руководствуется лишь велением своего сердца. Дружба с разбойником Керимом, противостояние родной бабушке, закончившееся побегом, поступки Нины часто приводит окружающих в замешательство. А каково ей, гордой кавказской княжне, придется в душной атмосфере закрытого Петербургского института. Лидия Чарская, записки институтки. Это история о том, как более ста лет назад одна маленькая девочка из сельской глуши должна была уехать в город, чтобы получить достойное образование. Как трудно было малышке оставить маму и не видеть ее долгие-долгие месяцы. Как нелегко было привыкать к чужой комнате строгим учителям и вредным подругам. Но именно так и закалился девичий характер. В книге отражены воспоминания писательницы о годах, проведенном в Павловском институте благородных девиц. Книга была необычайно популярна и к 1915 году была переиздана четыре раза, принеся писательнице всероссийскую известность. Лидия Чарская, княжна Джаваха. Это один из самых известных и популярных романов писательницы Лидии Чарской. Вместе с главной героиней 11-летней Ниной читатель попадает в круговерть романтических и полных опасностей приключений на Кавказе. Новые приключения происходят с Ниной в столичном институте благородных девиц. Изысканные манеры, строгие классные дамы и суровые учителя все это не может сдержать сложный девичий характер. То, что ее отличает от других, это горячая кровь, ведь Нина Джаваха грузинская княжна. Девочка ищет доверие, взаимопонимание, а взамен она нужна принять решение подчиниться правилам коллектива или действовать по собственным принципам. Нина переживает то, что переживает большинство девушек ее возраста и непонимания и обиды, но вскоре находит настоящих друзей на всю жизнь. Лидия Чарская Люда Власовская Во время русско-турецкой войны при осаде плевны героически погибает участник военной кампании Власовской, оставив на Украине жену и двоих детей практически без средств к существованию. С тяжелым сердцем жена Власовского отправляет дочь Людмилу в Петербургский закрытый институт для девочек, решившись воспользоваться льготой на бесплатное обучение. Книгу интересно читать с исторической точки зрения, как о временах давно ушедших и себя изживших. В повести представлены интересные подробности быта, норм и правил, заведенных в институте. Все институтские законы и премудрости Люда Власовская постепенно узнала и не без помощи своей новой подруги княжны Нина Джавахин. Покровительство и дружба девочки благородных кровей стало для Людочки тоскующей по дому и по родным настоящим утешением. Кроме того, это избавило ее от нападок одноклассниц, обычно не скупящихся на поддевки новичков. Взаимопомощь и взаимовыручка, а также пылкая преданность не раз помогала подругам в непростых ситуациях. Подвергнутая различным испытаниям, дружба Люды и Нины лишь окрепла, и если бы не печальный финал, наверняка прошла бы проверку временем. Лидия Чарская, некрасивая. Лиза, главная героиня, некрасивая, болезненно скромная девочка-подросток, поступает в институт сразу в четвертый класс. Она приходит в уже сложившийся класс в особую среду, правил которой она не знает. Из-за внешности она уже не вызывает у одноклассниц симпатии. Ее скромность принимают за гордость, а ошибки, сделанные по незнанию, с первого дня делают ее врагом класса. Девочка страдает от одиночества, от непонимания окружающих и с каждым новым происшествием все дальше отдаляется от класса. Но первым шагом к примирению и пониманию становится то, что на очередную очень злую шутку Лиза, несмотря на все обиды, находит в себе силы не мстить, а ответить на зло добром. Драматическая развязка повести окончательно примиряет девочку с классом. Лидия Чарская «Повесть о дружбе». Трогательная и пронзающая до глубины души история дружбы двух девочек Люды Власовской и Нины Джавахи описание своеобразного уклада жизни учениц института институток их надежды и тревоги делают повесть познавательной и глубоко эмоциональной. Лидия Чарская «Ради семьи» Книга рассказывает о девушке по имени Ия, которая после окончания института вынуждена работать, чтобы содержать старушку-мать и младшую сестру. Ия становится классной дамой в пансионе и ей предстоит завоевать сердца непослушных воспитанниц. Лидия Чарская «Тайна института» Лидия Алексеевна Чарская переносит юных читателей в стены закрытого учебного заведения, куда случайно попадает маленькая сиротка Глаша. Благородные воспитанницы берут ее под свое покровительство, прячут от начальства и в институте появляется тайна. Вместе со своей подопечной очаровательной героиней повести попадают в сложные ситуации, переживают множество приключений. Разумеется, им удается преодолеть все преграды и наилучшим образом устроить судьбу малютки. Фоном этой захватывающей истории служат увлекательные описания быта институток, их обычаев, развлечений. Тайна института возможно не самая известная, но без сомнения одна из самых трогательных книг писательницы. Иллюстрации к повести созданы известным художником Гурьевым в начале XX века. Лидия Чарская Южаночка Маленькая черноглазая девочка, выросшая у теплого Южного моря, оставшись сиротой, попадает в холодные стены института на далеком, непривычном для нее севере. Неласково встретили там живую, озорную Южаночку. Никак не может она смириться со строгими институтскими порядками и особенно страдает от несправедливости, с которой ей часто приходится сталкиваться. И только любимый дедушка, старый генерал, единственный друг, радость и надежда Южаночкин. Редактор субтитров